Доброе утро! Доброе фиолетовское утро! Миша уже на работу, ускакал хоть и в воскресенье. Вот, девочки мои дорогие, вот сейчас читала комментарии, вот, повторы, повторы получаются. Это вот пошло в последнее время, это дурит чего-то программа, потому что я смотрю уже, перед тем, как выложить, я смотрю, лишнее убираю, всё нормально, выкладывается видео, там какие-то повторы попадаются. Вернусь в Черноморское, съезжу к ребятам в сервис, они меня посмотрят, что там такое. Я же не специально это делаю, но мне-то зачем, зачем нужны самой эти повторы? Вот почему-то стали выскакивать. Может, бывают всякие сбои в программах-то, ничего не сделаешь. А я сейчас поеду на рынок секонд-хенда. Сейчас соберусь и поеду. Опля, а я уже в Севастополе на пятом километре. Сейчас зайду вот в этот магазин. Ну, это типа фикс-прайса. Так, мои хорошие. У нас всё изменилось. Костя не может приехать с ребятами. Так что я попрощалась со своими. И вот сейчас схожу на рынок секонд-хенда. И потом буду добираться до Черноморского. Я думаю, что без приключений не обойдётся. Тарелки ещё новогодние. Так. Ну, конечно, не всё по 99 и по 69. По 200 рублей. Место дофиги сейчас. Насосы, фонарики, стержни клеивые. Так, что тут ещё? Так, а это что такое? А, ведро малярное. Я думаю, что за ёмкость странная. Кстати, хорошая штука и удобная. Так, 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 так. Так. Как одеваю маску, у меня начинается кашель. Набор масел. Набор масел. Набор масел. Набор масел. Кашпо. Ну, это, да, для флористики. Так. Надо подумать. Сейчас, если что, назад пойду. Куплю. Ну, так, чтобы. Не знаю. Рынок тут огромный. Он состоит из нескольких частей. Вот одна часть. Тут вот такая. И рыбалка, и стройка, и шмотки в то же время. Ну, вот. А вторая часть. Там секонд-хенд. Большущий рынок. Скажите, как он называется? От склероза. Господи. Ну, где всякое старье-то продают. Ну, и так, рынок. Тряпочный и всего прочего. Огромный. Здесь можно купить все. От иголки до ракеты. Сейчас я одну часть прошла. Что это? Так, ну, ладно. Посмотрим, что тут изменилось. Вот обувь все по тысяче рублей. По тысячи пятьсот. А что, вон, кроссовки. Обувь все новая. Ой, девочки, мы когда переехали в четырнадцатом году. И нашли это место случайно. Мы же новые люди. У нас знакомых не было. Так мы тут зависали. Господи. От открытия до закрытия. Ну, они закрываются днем, не вечером. Ой, чего тут только не было. Тут можно было любой бренд найти. И цены еще были украинские. Вот знать бы. А то вот это... Ой, да потом лучше будет. Ага. Потом стало дорого. И хуже. Ну, что, работает, не работает моя бижутерия. Мне даже страшно подходить. Очень не хочется разочарования. Вольда гидрогеназа вырабатывает на фоне всего, чтобы он не съел. Нету. Ну, вон, чуть-чуть. Чуть-чуть усит. Что хочу сказать. Все хуже и хуже. Меньше и меньше. Это вот крайний ряд. А так там позакрыто все. Так, ладно. Сейчас еще на Балашиной зайду. Ну, купила просто крохи. Крохи. Ковырялась-ковырялась во всяком мусоре. Ну, говорят, что должны к первому июля привезти. И еще. Но, вот сами понимаете, да? Тысяча рублей уйдет только на автобус туда-обратно. Семь часов дороги. Это только на автобусе туда-обратно. Ну, овчинка выделки не стоит. Ну, не знаю. Всякий хлам с помойки. Хожу, хожу. Надо, наверное, ехать в центр. Игрушки. Игрушки всяко-разные. Ну, хотя я вот два года назад здесь бусы интарные купила. Шикарные. Огромные. За 900 рублей. Не знаю. Пока ничего не вижу. По жаре ходишь тут? Вот это улица генерала Острякова. Вот магазин, где я вчера была. Так, сейчас я еще доеду, наверное, одну остановку до Лебедя, до генерала. Там был магазин тоже. В секонд. И там продавали хорошую бижутерию. Но уже теперь боюсь. Мне кажется, что уже ничего нету. Я уже устала. Это меня вчера хорошо довезли. А так-то и ноутбук там, и штатив, и, в общем, всякое. Таскать приходится. Миша не на работе. Ну, ладно. Ой, мои хорошие. Мне все время так смешно, когда мне желают хорошо отдохнуть. Я не умею отдыхать. Совсем. Даже с больными ногами. Я все равно мотаюсь. Ищу, что мне надо. Ну, наверное, в этом и есть мой отдых. А так вот отдыхать, я даже не знаю, как это. Я не знаю, как. Сидеть на диване телевизор смотреть? Не знаю. На море лежать? Я не лежу. Я пяти минут не вылежу. Не знаю. Так что вот так вот. Вот такой у меня отдых. Таскаюсь по жаре. Вот что мне нравится, что тут сохраняют. Сосны вот эти. И вот получается, видите, вот дом не прямо около дороги, как во многих городах. Видите? Гораздо ведь приятнее, правда? Чем построят дом, а потом насажают этих растений, которые тут же вымрут благополучно. Вообще-то Севастополь очень зеленый город. Видите? Все в соснах. Видите, девочки? Вот, сейчас я пойду туда. Только там неудобно. Это все надо просить, чтобы тебе снимали и показывали. Ой, лапочки мои, какие же тут шляпки. Ой, сейчас еще покажу. Саша звонила в Питере 32. Ой, лапочки мои. Ой, лапочки мои. Ой, лапочки мои. Ой, лапочки мои. И вон какая, вон какая. Ну, это просто смотреть, как лошади скачутся на королевском приеме. Ну все, я еду на Нахимово. Сейчас плывем с вами вдоль Севастополя. Автобус уходит с северной стороны. Туда надо плыть. Хе-хе-хе. Автобусы с Артека. Панорама тут. На экскурсию привозят. Девчонки, сил у меня нет ходить теперь пешком. Так что вот так вот придется вам смотреть. Шуку вам выходит? Да. Спасибо. Это, конечно, ерунда. Сюда нужно приезжать и ходить. Поехали. 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 Майя длина архитектур. 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 Вот так вам. Ворота открытые в море. Простите, девочки. По лесенке иду. Вот мне туда надо. Военные корабли стоят. Так, ну ладно. Это я сейчас с этого поснимаю.